Кратковременные дожди с грозами прогнозируют октябрьские синоптики на ближайшие трое суток. Вместе с тем в нашем регионе ожидается сильная, особенно на юге, жара. Дольщики компании «Сафина» сегодня собрались у областного Акимата. Вокруг их застройщика не утихают судебные тяжбы, а своих квартир люди ждут уже долгие пять лет. В среднем на 16% поднялись тарифы на тепло- и водоснабжение и канализацию. Актобусу «Энерджи Групп» связывает это с необходимостью повысить зарплаты сотрудникам. Специальная комиссия определит, по каким маршрутам будут работать автобусы октябрьских перевозчиков. На рассмотрение ЖКХ 46 городских маршрутов и 5 заявок. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. 4-6 июля на большей части страны сохранится неустойчивая погода. Сильные дожди ожидаются на востоке, юго-востоке и в центре республики. Возможен град, пишет Костак. Лишь на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков, сообщил сегодня КАЗ «Гидромет». Прогнозируется также постепенное повышение дневных температур, в частности, на западе страны до плюс 33-39. Кратковременные дожди с грозами в ближайшие трое суток прогнозируют и октябрьские синоптики. Вместе с тем в нашем регионе ожидается сильная, особенно на юге, жара. По городу Ахтюбе переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, температура воздуха ночью 16-18, днем 31-33 тепла. 4 июля на севере и западе нашей области ожидается коротковременный дождь с грозой. Ветер северо-западного направления 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20. В ночное время температура воздуха составит 13-18 выше нуля, на юге 21. Днем прогнозируется сильная жара плюс 30-35. 5 июля кратковременные дожди с грозами ожидаются на севере и востоке региона, а 6 числа осадки придут и в южные районы. Однако это будет происходить на высоком температурном фоне – 13-18 градусов ночью и до 35 днем. Десятки дольщиков из Батыс-2 и 12-го микрорайона сегодня собрались в областном Акимате. Горожане пытались получить информацию от властей, когда завершится строительство их домов, которое началось еще в 2018 году. Уже не первый год вокруг их застройщика не утихают судебные тяжбы из-за обвинений в мошенничестве. Жильцы, собравшиеся сегодня в Акимате, рассказали, что в 2018 году они начали вкладываться в строительство домов на участки Батыс-2-48Г, а также в 12-м микрорайоне. Застройщиками выступили сотрудники компании «Сафина». Первые два корпуса многоэтажек в микрорайоне Батыс-2, по словам жильцов, уже обживаются новоселами. Однако два оставшихся корпуса продолжают годами пребывать в недостроенном состоянии. Та же ситуация и с домом в 12-м микрорайоне. Мы третий корпус, получается, у нас 95% дом достроен уже. У нас всего лишь осталось четвертый подъезд, три этажа. И вот последние три этажа мы никак не можем начать стройку. Мы не можем найти порядочного инвестора. Нам нужен инвестор. С этим вопросом, получается, с этой болью мы пришли перед Акимат. Просить у Акимата содействия, чтобы они помогли нам в этом вопросе. Потому что мы уже с 2019 года ждем свои квартиры. Дарина Амирова вложила в постройку своей двухкомнатной квартиры 7 миллионов тенге. Она вдовая, теперь с тремя детьми, вынуждена жить у своей сестры, пока не решится вопрос долгостроя. Ситуация с четвертым корпусом комплекса «Сафина» еще более плачевная. Там работы встали на уровне подвальных помещений. В 2021 году, в марте месяце, через Сбербанк я вложила 65% от стоимости квартиры. И с того момента до сих пор в ожидании, когда вообще наш дом построится и когда нам его сдадут. И с того момента, с 2022 года идет обещание, что дом будет стоять. Но на сегодняшний момент он на львом цикле, только есть подвальное помещение, перекрыто плитами перекрытия. В течение двух лет пандемии строительные работы не проводились, говорят дольщики. Затем над главой стройфирмы «Сафина» начались судебные разбирательства из-за подозрений в мошенничестве, которые до сих пор продолжаются. В результате земля с недостроенными домами сейчас находится под арестом. После подключения к делу власти региона к строительству приступили инвесторы из других фирм. Но лучше от этого не стало. Был инвестор Жарлкапов Аббат. И он собрал от пайщиков по 10% от стоимости квартиры. Примерно собрал, что 58 миллионов. И на эти 50 миллионов только стоит одна стеночка, которая, наверное, выложена из двух пачек кирпичей. И все, больше ничего нет. К дольщикам вышел глава областного управления строительства Нагамжан Алдияров. Он сообщил, что сейчас рассматривается возможность перенести строительство на плечи государственного бюджета. Вторым вариантом он порекомендовал собравшимся искать инвесторов и организовать свой жилищно-строительный кооператив. Главной проблемой остается арест земельного участка, который пока не позволяет дольщикам владеть будущим жильем, в который они вложили десятки миллионов тенге. В среднем на 16% поднялись тарифы на тепло- и водоснабжение, а также на водоотведение в нашем городе. Изменения вступили в силу 1 июля. По словам дирекции Актубесу Энерджи Групп, повышение цен на их услуги связано с необходимостью повысить зарплаты сотрудникам. Наибольшее подражание затронуло бюджетные организации. Нам необходимо было повысить заработную плату для работников, в связи с тем, что, я только что объяснил, у нас, получается, есть контролеры, так называемые агенты, мы их называем, которые разносят квитанции. Их у нас 140 человек, текучка очень высокая, очень большая, в связи с тем, что на каждого контролера приходится в среднем не менее 1200 квартир. То есть и квартир, и домов, они разделены. 1200 квартир нужно обойти ногами, пройтись. Это очень большая, трудоемкая работа. С 1 июля стоимость водоснабжения для физических лиц в нашем городе составляет 93 тенге за кубометр. Для бюджетных компаний и юридических лиц – 742 и 376 тенге за кубометр соответственно. Тариф на водоотведение теперь составляет для населения 70 тенге за кубический метр. Для бюджетных организаций – 487 тенге, для юридических лиц – 356 тенге. По теплоснабжению тарифы составляют 116 тенге за квадратный метр. За горячее водоснабжение в отопительный период октябинцам теперь придется платить 163 тенге за кубометр. Специальная комиссия определит, по каким маршрутам будут работать автобусы октябинских перевозчиков. На рассмотрение городского отдела ЖКХ – 46 действующих маршрутов и 5 заявок на их эксплуатацию. В этом году городской отдел ЖКХ провел очередной плановый конкурс на распределение действующих маршрутов. Он проводится каждые три года. В этот раз комиссия рассматривает 5 заявок. На продолжительность интервала между автобусами от людей пока жалоб нет. Такое бывает обычно зимой. Сейчас октябинцы больше беспокоятся о вместимости, так как в жару не очень удобно перемещаться в тесных автобусах. Я 43-й автобус жду. Нам трудно добираться до жилого массива Борл Стар 1 и 2, потому что много людей. И дети приезжают с учебы и с работы ездим. Люди, бывает, не вмещаются. Надо взять это во внимание, чтобы разгрузить как-то автобусы. Новый конкурс охватил действующие маршруты в черте города и в прилегающих жилых массивах. Люди надеются, что в отдаленные районы будут ходить больше автобусов. Сегодня состоялось заседание комиссии по определению поставщика. Документы на рассмотрении формируется протокол, по результатам которых будет известно, какие перевозчики будут осуществлять свою деятельность, на каких маршрутах будут. По всем условиям, которые мы до этого древнета были, они подготавливают свои документы. На сегодняшний день в городе работают 4 перевозчика. Это ТО «Автопарк», ТО «Акалатранс», ТО «Атабас Актубей» и ТО «Акжаек». В городском отделе ЖКХ итоги конкурса пообещали озвучить позже. Тамирис Шумабаева, Жастан Жубаев, программа «Факт». Этой осенью компания «Казавтожол» планирует сдать в эксплуатацию отремонтированные участки трассы в Храмтауском районе. Сейчас работы ведутся на отрезке Актубе-Храмтау-Кробутак. Дороги республиканского значения важны не меньше тех, по которым мы ездим в городе. Проектами по ремонту этих трасс занимается АОНК «Казавтожол». Сейчас особое внимание уделено дорогам в Храмтауском направлении. Там идет масштабная работа – ямочный ремонт и выравнивание асфальтового покрытия. Этим занимаются две бригады от компании «Казахавтодор» и ТО «Ерболэль». На сегодняшний день они охватили ямочным ремонтом 20 тысяч квадратных метров и уложили 62 тысячи квадратных метров выравнивающего слоя асфальта. На ремонт, в общем, был выделен 1 миллиард тенге. Выполнено в рамках ямочного ремонта и запланировано 15 тысяч метров квадратных. Выполнено 20 тысяч метров квадратных. Работа по устранению ямочного ремонта производится и будет производиться до осени. Также выполняется устройство выравнивающего слоя. Две бригады работают. Первая бригада – это филиал «Актюбинский ТО «Казахавтодор». Они выполняют на участке между Актюбе и городом «Фронтал». Из 64 тысячи 940 метров квадратных. Выполнено 40 тысяч метров квадратных на сегодняшний день. Казахавтожол отметили, что автодорога на участке Актюбе-Карабута-Кулхайсын общей протяженностью 262 километра тоже подлежит реконструкции. Сейчас специалисты разрабатывают проект аспектную документацию. По новому проекту планируется перевести категорию автодороги с третьей технической на первую. То есть она будет уже с четырехполосным движением. Без внимания не остаются и другие республиканские дороги. К примеру, 20 километров трассы Кандагаш-Шалгар подлежат среднему ремонту. Такая же работа в этом году запланирована на 10 километрах дороги Самары-Шамкент в районе развилки к поселку Ергиз. На 23 километрах дороги Актюбе-Уральск возле поселка Хобда. Специалисты планируют завершить работу до наступления осени. Тамерис Шумабаева, программа «Факт». Президент Казахстана Косунжумар Такаев примет участие в заседании Совета главы государств, членов Шанхайской организации сотрудничества сообщили в аккорден. Заседание состоится завтра в формате видеоконференции под председательством Индии. В ходе встречи планируют подвести итоги деятельности ШОС за прошедший год и определить приоритетные направления дальнейшего развития многопланового и взаймовыгодного сотрудничества в рамках организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам мероприятия планируется подписание Нью-Дельийской декларации и других документов, отметили в пресс-службе президента Казахстана. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Тело без вести пропавшей обнаружили в лесу Кустанайской области. 58-летняя женщина вышла из дома 30 июня. С заявлением об ее исчезновении в полицию обратился брат. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, который дал признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. В поисках участвовала полиция, ДЧС, КНБ и волонтеры. Подозреваемый сам указал место захоронения тела. Начат расследование. Таджикистанец задержан по подозрению в убийстве двух своих сограждан в Алматинской области. Жительница Каски Лена обнаружила в одном из частных домов два мужских трупа с ножевыми ранениями. Установлено, что они являются гражданами Республики Таджикистан 89-го и 96-го года рождения. Подозреваемый их 43-летний соотечественник. Он задержан и выдворен в ИВС. Дети из стада коров попали под колеса джипа, которым управляла председатель филиала партии Аманат по Бухар-Жираусскому району Карагандинской области Анара-Бозаева. ДТП произошло 2 июня на автодороге Ботакара-Доскей. За рулем Ниссана была 33-летняя женщина, сотрудница районного Маслихата. Женщина врезалась в стадо коров, а затем, потеряв управление, сбила несовершеннолетних 8 и 16 лет, которые на мотоцикле двигались в попутном направлении. Пострадавшие доставлены в больницу. Вместе с адвокатом Устахимом Тулеевым, представляющим интересы Арестанбека Мухаммеде Улы, под следствием оказалась и Налия Искакова, супруга экс-министра культуры и спорта Казахстана, сообщает антикоррупционная служба. Искакова уличена в покушении на дачу взятки. Также по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки задержан адвокат, который получил 460 тысяч долларов, якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов. В ходе следственных действий часть взятки в размере 255 тысяч долларов установлена и изъята. Остальной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Ранее приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Мухаммеде Улы был осужден к 8 годам лишения свободы. Самолет «Флайер Истан» из Актау в Актобе намерены направить на 13 часов позже запланированного. Рейс Актау-Актобе задерживается в связи с погодными условиями в Актау. Вылет предварительно перенесен на 21.10.3 июля по времени Актау. Борт должен был вылететь в 8.05. Фермеры Западно-Казахстанской области просят объявить режим чрезвычайной ситуации за нашествие сайгаков. По их словам, дикие животные вытаптывают сенокосы, а после их нашествия на пастбищах не остается травы для домашнего скота. Под угрозой оказалась заготовка кормов на зиму. Местные власти обещают решить проблему и помочь пострадавшим от набегов сайги крестьянам. Сейчас на Рикотове небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Химическая обработка сельхозугодий против саранчи продолжается. В этом году вредители оккупировал в Октябренском регионе почти 700 тысяч гектаров. 1 июля функции РАКСов страны перешли к госкорпорации правительства для граждан. Сегодня первые молодожены получили свидетельство о заключении брака. Мечта о своей квартире становится реальностью. Участвуйте в розыгрыше квартиры от Национальной лотереи 16 июля. Не упустите шанс стать новоселом. Покупайте билеты на сайте sz.kz, в отделениях почты и в точках продаж. Какую школу пройдут наши дети? Как защитить их от ошибок? Есть уроки, которые лучше не получать. Сбыт наркотиков в организациях образования наказывается лишением свободы от 15 до 25 лет. Либо пожизненно с конфискацией имущества. Территория детства – зона особого внимания. Защитим детей от наркотиков. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн. На сайте rikotv.kz Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Вы смотрите программу «Факт». На Рико-ТВ мы продолжаем. Химическая обработка растений против саранчи продолжается. На сегодняшний день в области от итальянского прусса защищено 550 тысяч гектаров земли, а от азиатского вида – 19 тысяч гектаров. Отметим, что в этом году саранча в Аксюбинском регионе оккупировала почти 700 тысяч гектаров. В 2020 по улице запланили 669 тысячи обработки саранчевых. Из них итальянский прус – 6647 тысячи 145, а от азиатка – 21 тысячи 870 гектаров. В данное время итальянский прус обработан на 550 тысяч гектаров, а от азиатского саранча – 19 тысяч гектаров. С предыдущим районом залет саранчевого не зафиксировано. В данное время химические обработки продолжаются под строжим контролем. Дезинсекторы отмечают, что больше всего насекомых-вредителей в этом году замечено в Айтикибийском районе. Для борьбы с ними сейчас используются вентиляционные установки и 11 аэрозольных генераторов. Также химикаты распыляют 12 единиц воздушного транспорта, в том числе 6 самолетов Ан-2. Сегодня в Активенском отделе регистрация актов гражданского состояния прошло первое торжественное вручение свидетельства о браке после слияния ведомства с Центром ослуживания населения. Напоминаем, что с 1 июля функции РАКСа в страны перешли госкорпорации правительства для граждан. При этом правило подачи документов и продолжительность их одобрения осталось без изменений. Одно из первых свидетельств о браке с отметкой Центра обслуживания населения получила новоиспечённая Чета Мукаевых. Агирим родом из Уральска, но свою любовь встретила в Актюбе. Слияние цонов с РАКСами никак не повлияло на позитивный настрой девушки. Заветное бракосочетание прошло в штатном режиме. Эмоции переполняют. По мне, не знаю, видно, не видно, но я очень волнуюсь с одной стороны, с другой. Это всё равно знаменательный день для нас обоих. Я очень счастлива. Всем спасибо. Регистрация браков по-прежнему проводится в РАКСах. Кроме того, сохранилась возможность подать нужное заявление онлайн через портал электронного правительства. Услуги РАКСа будут оказываться исключительно сотрудниками учреждения. Другие работники госкорпорации, включая операторов ЦОНа, не будут иметь доступ к информационной системе отдела регистрации актов гражданского состояния. После передачи функции РАКС в госкорпорации порядок оказания услуг не изменится. Прямо обработка заявления на регистрацию брака, а также принятие решения и выдача результатов по-прежнему будут осуществляться РАКСами. Отметим, что желающим вступить в брак необходимо явиться в регистрирующий орган с документами удостоверяющие лиц. Сделать это необходимо в назначенный день регистрации заключения брака. При подаче заявления клиент может выбрать торжественную обстановку, он будет заключать брак или нет. Влад Рогушев, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Нурасыл Булат, сын известного в прошлом казахстанского борца, ныне депутата Даулета Турлыханова, действительно сбежал из воинской части, сообщает Вести Киезет. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны. Ранее юрист Анна Чернова, пострадавшая в драке с сыном Турлыханова, заявила, что тот сбежал, находясь под следствием. В пресс-службе ведомства подтвердили, что в заявлении речь идет о Нурасыле Булате. Организованы поисковые мероприятия по восстановлению местонахождения военнослужащего. По данному факту назначено служебное расследование, говорится, в заявлении о сыне Турлыханова. Напомним, инцидент произошел в феврале в Алматы и получил общественный резонанс. В ходе конфликта Нурасыл Булат избил свою девушку и юриста Анну Чернову с супругом Олегом Черновым, пытавшихся вступиться за нее. В отношении сына Турлыханова было заведено дело. О новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мечта о своей квартире становится реальностью. Участвуйте в розыгрыше квартиры от Национальной лотереи 16 июля. Не упустите шанс стать новоселом. Покупайте билеты на сайте sz.kz, в отделениях почты и в точках продаж. Депрессия Отчаяние Утрата смысла жизни Когда не видишь выход и не хочется жить, на это есть серьезная причина. Просто знай, что есть люди, неравнодушные к твоей боли. Чтобы тебя не мучило, звони. Возможно, мы найдем выход вместе. Экстренная психологическая помощь. Круглосуточно, бесплатно, конфиденциально. Жизнь бывает жестока, но она одна. Дай ей еще один шанс. Читай газету в телефоне, ежедневно и бесплатно. Эврика всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин